Валерий Валерьевич, вопрос к Вам. Понятно, что здесь мы не будем обсуждать, что это нужно делать. Все это уже осознали, я так понимаю, и все, кто пользуются электронными журналами, родников общественности, они все поняли уже, что это очень удобно, и здесь агитировать уже, мне кажется, москвичей точно не надо. Но мне кажется, что школы, которые раньше были флагманами именно в внедрении электронного журнала, сейчас оказались самой пострадавшей стороной. Вот Вы назвали 4 года, а я знаю школы, которые уже более 7 лет пользуются только электронным журналом и давно отказаются в бумажном. И когда внедряли эти школы, эти журналы, они пользовались постановлением, мне, к сожалению, не углубилось в его номер, когда президент сказал, что да, пожалуйста, и Вы свободны в своем выборе. Школы выбрали этот журнал, внедряли его. Родители за 7 лет, можете себе представить, как они к нему привыкли. И вот сейчас в одночасье эти школы должны были отказаться. Эти школы не могут перейти на бумажный журнал, потому что его в принципе у них нет. И этот журнал не работает, как нам. Что получается? Что сейчас школы ведут 2 электронных журнала. Разработчики, которые, ну я могу же говорить, я так думаю, не будут вас видеть, как реклама, да? Например, разработчики NetSchool, они готовы вести переговоры с департаментом образования, мы с вами, чтобы мы их спортировали и импортировали данные. Но при этом сохраняется полное молчание. И в итоге родители, ну мы не педагоги парализованы. Педагоги издали структуру, в конце концов, в таком месте кнопка у него, они быстро разберутся. А что мы с родителями это будем делать? Родители? Родители не могут пока этим журналом... То есть можно, как ты по 3 минуты практически стекла, а тогда давайте анализируем в суть вопроса. Вопросы предложения... Конкретный вопрос, будет ли возможность интеграции с других журналов, или это принципиальный интерфейс, чтобы был только это, только на кого, и будет ли возможность сделать какой-то... не сейчас мерить школам, там месяц-два, а вот, например, в течение года, например, перейти. То есть, чтобы был какой-то срок. Ну, то есть, вот такое вот. Спасибо. Ну, давайте начнем с последнего. А вопрос не был, да? Да, вам. Хорошо. Значит, решение было принято о переходе, и переход на самом деле состоялся. Просто я говорил сейчас о том, что были стабилизационные проблемы, когда мы перехватили, мы будем играть, и мы говорим о том, что в течение двух месяцев будет корректно о режиме функционалах. Поэтому, как бы, говорит о том, что отсрачивать переход, он уже состоялся, уже отсрачивать нечего. Второе, я просто давал отчет о том, что мы будем... Какие изменения в программном продукте в связи с тем, что мы получили сейчас донесем, и мы сказали, я сказал, что цены, например, два месяца в разных операциях дополнительная функциональность будет появляться. Какая дополнительная функциональность будет появляться, она как раз связана в том числе с интерфейсной составляющей, чтобы сделать его более похожим и удобоваримым для пользователей. Точнее, не так, неудобоваримым, а к темам, к которым они чуть больше привыкли. Хотя, если вы посмотрите, читая, которые мы говорили в той школы, в школу тоже говорят, что, знаете, там, на школу мне не нравится, мне нравится в уши. У Жора, другие говорят, ну, Жора, не надо... Ну, поверьте, я сейчас... Я сейчас... Я тоже самое с родителями. Родители вообще, говорят, они перешли из-за дна, они привыкли к нашему школу, а теперь им дают на стул. Или им дают теперь что-либо еще. В данном случае их тоже, ни в том, что никто и не спрашивает. Но при этом я хочу обратить внимание, за что действительно переживают родители, это когда потом родителям, к сожалению, приходится, и не только родителям, а и Департамент информационной, технологии, как-то это вызвание, отличает, почему Кинггуру какой-нибудь, утреный, не знаю, сейчас неправильно, как-то вам, капкайн-нибудь сеть магазинов вам начинает долбить на вашу электронную почту или на ваш телефон, вы точно знаете, где вы могли, остаток, где вы, когда-то, где нет. С получением главной динозактивичной программы идут обращения к вам в тайплэйс-то и совокупленно о том, что у вас есть в тюдер-школе. Здесь немножко другая информация. Здесь помните, что мы заинтересованы в том, чтобы дать им дать им дать им правильный. Сделать интерфейс более удобным, если абсолютно правильно, я думаю, что это нужно еще несколько раз обсудить, мы с удовольствием заинтересованы использовать опыт наших коллег, и участников проекта, и нет-скулы, и эмжуры, и прочие компании, уже много на самом деле, и не в них кругу, но то, чтобы участников там не пересаживали, и каждый не обижает, в качестве консалтинговых структур, которые могли бы преподнести свои знания, я, как им кажется, был для того, чтобы интерфейс уже было творил, для родителей больного, хотя бы тоже, конечно, не в честь. Т.е. я хочу, чтобы уточнить, первую часть вопроса была определена конкретной, связанной с интеграцией. Т.е. если я правильно понял ответ, для всех его тоже, вопрос интеграции не разно, то есть, как раз, как раз, как раз. Как к интерфейсу, нет, потому что данные, данные находятся на мощностях, или по-талителю. Еще один вопрос о депутатском корпусе, и перейдем, и мы должны, как раз, по-талителю. В Москве, где-то 800 школ. Если говорить в среднем, что 70 учителей в каждой школе плюс минус, то, в принципе, не такое большое количество пользователей, это 56 тысяч. Мы назвали цифр 300-500 тысяч. Одновременно могут работать с данным органом. Плюс родители, даже, если, эти увеличатся, ну да, наверное. Но давайте мы сегодня все-таки поговорим о проблемах, с которыми мы столкнулись. Первое – тормозить. Да, страшно тормозить. Вторая проблема – утрата данных, которые учителя своевременно внеснижают. Причем они дальше не восстанавливаются. Третье – технически, мне кажется, то, о чем говорили персональные данные, очень часто данные одного ребенка приходят в семью другого ребенка. Мы с этим столкнулись, нам приходят и, соответственно, задают вопросы. И следующий вопрос, который мы, в принципе, и в департаменте образования обсуждали, это конечный этап распечатка журнала в конце учебного года. Невозможно ли на электронном ресурсе оставлять в городе, да, вот, все, конечно, все, что у нас с вами есть, создать какой-то архив, чтобы в конце года зауч, я не знаю, так сказать, не сидел и не занимался. Чтобы не было отместности у школы. Потому что это, на самом деле, процедура, мы с прошлым год же с этим столкнулись. И длительная, и, опять же, технически все-таки до конца не продуманная. Поэтому по необходимости каждый может запросить в архиве данные, да, и, соответственно, сказать, в одном месте, ну, как обычное, это золото, да, если можно, но все вот это. Вопросы о ответах в скоромне я поверю, чтобы учесть максимального процесса. Я постараюсь с конечкой отвечать. Начну с простого, с активированием, чем он уже и простой, сложный, а то время, это с проблемой, это с технической плоскости, с проблемой, это с коррекционной нормативной правой плоскости, которая требует несения изменений. Но это предмет, в котором мы работаем с департаментом образования, а именно с высчитающим обучением министерства образования, в том числе технически, мы как бы это договоры будем сделать. Если я думаю, что мы удовлетворимся с мином, равно, по принесению изменений в действующих приказах, поэтому, которые требуют противоположки. На самом деле, давайте будем честны, как только журнала, если бы не было, или менее, стал популярным, несмотря на то, что дом, так как его использования долго не было, все бы нам перешли в какой-нибудь базе, почему мы перейдем на это. Но как раз нам надо, что и до конца года всем доказать, что это... Мы до конца учебного года должны доказать, что мы способны и не терять данные, и давать их, не скажем, и не терять, и соответственно, обеспечить процесс перепроверки этих данных. Ну, то, что это не перефедит, и не взять при этом преподавать призавающие, которые без этого хватают на нас. Таким технически мы не готовы. Нормативно, правда, не надеюсь, но здесь зависит не только на основе федерального ведомства, поэтому третье, мы должны еще раз говорить на это. Мы это базово не сделали. А теперь, то, что касается пропадания данных, я действительно говорю о том, что в конце октября были проблематики, была проблематика дважды, как минимум, в рамках которых мы это обнаружили, о том, что данные действительно, в базе данных, они еще переходят с момента, они переходят с одной системы на другую. И технические ошибки были сделаны, соответствующим образом. Причем, что человеку будет решено, что надо срочно усиляться и срочно привлекать действительно все возможные сурсы. И те стабилизации, о которых я говорил, и я говорил с программного исключения, были направлены. Поэтому сейчас попаданий в данные связанных с технологической системой нет. И зачем могут пропадать, не пропадать данные, а искажаться, в случае того, что их не совсем корректно будет. Это вопрос привыкания к интерфейсу, когда не будет вместо вопроса, который нажимает, а выгодняется. Это вопрос, на который в онлайне отвечает соответствующий полцентр все время, когда работает, до того, как начал учитель работать. И, конечно, когда утром ушел, в любой момент он может позвонить и его либо онлайн проконсультировать, либо помогут довести вместе с ним. Почему? В отличное время еще очень часто заполняем какие-либо заявления. И там всегда лично планируют, что нужно написать. Иногда мы с вами просто путаем холи, отместим, и имя, и с вами, и номера. Я действительно признаю, что в конце октября было. Сейчас мы имеем, у нас же есть много, сказать, количество обращений в концертах, потому что все выполнены на единых концертах, когда мы можем в связи с проблемой, в связи с проблемой, в связи с проблемой, сейчас пробуемся, прохождать не будет. Поэтому по поводу... Тормозит, да. Безусловно, опять-таки, мы считаем, что те замерения, которые мы делали на 28 октября, они составляли, а мы здесь есть у нас, порядка 30 секунд. Сейчас скажу цифры, что мы, мы здесь очень знаем, да, с 30 секунд до 3 увеличили скорость, сократили скорость, увеличили ресурсы, поэтому мы считаем, что где-то в 10 раз увеличили производительность, если будет происходить, то будет так же увеличить. В последние две недели моменты обращения будут с заведением. Сейчас мы можем мониториться, и график, он тоже доступен, показывает себя, показывает, потому что только видно, да, про культуру, да, есть перемена, как быстро открывается, не видно, как носится. Спасибо. Мы видим, что вы реагируете, не всегда как-то быстро, как бы нам хотелось. Эту неделю можете не считать, как явно технический какой-то цифры, движение вперед, потому что паникулы. Вот что будет с предельника, вот так, да, сейчас уже в песту школ, которые работают 5-1, то это не поменится. Поэтому этой неделе вот, поэтому я говорите, что у вас на этом делится замечательно. Потому что мы работаем, потому что мы не качественные цены. Для людей так, и вопрос к вам, что вы делаете в специальности. Да, спасибо. Ваня Викторович, представитель Всероссийской общественной защиты прав потребителей и образовательных услуг, член экспертного совета при правительстве Российской Федерации. Ну, я и как родитель хотел бы тоже высказаться, потому что у меня есть дочь, кто в 5-й классе будет в Московске, в школу, и я знаю, что такая работа электронного дневника, а он как стабилизатор, действительно стабилизатор, Адрюм Олегович, гудит, но не пашет. Вот такое вот мое личное впечатление. И исходя из этого, ну, конечно, я бы хотел вас поддержать, безусловно, в том, что ресурс должен оставаться за городом, электронный ресурс, безусловно, должен оставаться за городом. Нельзя отдавать такое важное направление на откуп коммерческим спортом, какие бы хорошие, замечательные дневники. Здесь конкуренция речи не идет, здесь речь идет о действительно защите персональных данных и об использовании этих данных в интересах государства, прежде всего, в интересах населения, в интересах граждан. Поэтому здесь однозначно «за» двумя руками. Но у меня возникает три целых вопроса, на которые хотелось бы получить, ну, принципиально хотелось бы получить четкий, совершенно однозначный ответ. Вопрос первый, сакраментальный. Где деньги ЗИН? Вот где деньги, Атема Леонидович, которые были потрачены городом, да, на создание информационной системы? Хотелось бы узнать, опять, сколько их было потрачено? Во-вторых, где действительно вот те разработчики, которые изначально этот продукт создавали, и которые плохо работают. Вот очень интересует меня этот вопрос, правда? Не знаю, как остальных, но у меня да. Вопрос второй, важный, требующий конкретного, разумительного, совершенно ответа. Когда, назовите промежуток, «да», период, когда система, наконец, заработает, ну, действительно, в таком нормальном режиме? Завтра, послезавтра, спустя полгода, не знаю, через год, в конце следующего, там, может быть, учебного года. То есть, хотелось бы знать, какую-то дату, в конкретии. И третий вопрос, он касается вопроса питания, вы его тоже озвучивали сейчас, очень важный для нас, потому что мы реализуем тоже, такой, федеральный проект, здорового поколения, здорового России, который нацелен на совершенственное качество питания, образовательное, там очень много вопросов и проблем, конечно, хотелось бы, чтобы электронная система помогала, в этом городу, помогала, в этом власть разбираться с проблемами. Я знаю, что сейчас системой в Москве, с точки зрения учета Китая, не охвачено, порядка 25%, наверное, на прогнозательные решения. Если я не прав, меня поправьте, да, ну, около 30%, скажем так. Когда будет 100% охват? Давайте начнем все-таки не с конца, Деньги зимы, наверное, вы обратите ко мне, то есть, деньги, наверное, все-таки в департаменте финансов, тем не менее, если задаете вопрос мне как департамент информационной технологии, не с целью сейчас, опять-таки, вы слышите меня, перевалите это на кого-то, мы не разрабатываем, системе, не был контракт на самом системе. Мы, как я сказал, мы сейчас ее берем. Моя задача, если честно, сейчас разобраться не в объеме финансирования, а в том, чтобы дооснастить систему так, чтобы она мощнее, чтобы она могла функционировать без каких-то сбоев и, как бы сказать, не трансформаторами. Поэтому... Ваши прощения, вы в своем основном выражении как-то ориентируетесь? То есть, вот у вас на ту же дооснащение, поднял, Игорь Михайлович, разобраться. Мы сейчас, в настоящий момент, не тратим деньги на дооснащение этой системы. Что мы делаем? У нас есть городскую церковь, и есть соответствующие сервера. То есть, мы изыскуем у всех свои возможности, действующие для того, чтобы действующий продукт до мощности, до устности. Поэтому, я думаю, что на самом-то деле здесь вопрос даже не денег, восстанавливаем все-таки себя как родителям, больше волнуем осторожно, когда мы перейдем в штатный режим работы. Как я и сказал, что для того, чтобы обеспечить стабильную работу системы, мы предприняли первый этап, ну и не этап, то есть, у нас система, несмотря на пессимистический проход, она стабильна. Мы в следующей неделе посмотрим, мы с вами созвонимся и обсудим это. Но, реально, проблема складывается на дверь. Еще раз, это полная стабильность, и второе, это дополнительный функционал, который мог бы быть или который бы был у коммерческих журналов. Так вот, на стабилизацию это дно, время 61 дней. С какого мы решили? Исходя из того графика, который я смотрел, то есть, позавчера последние графики я видел, то есть, 61 день это столько дней нужно для того, чтобы провести все необходимые дополнительные процедуры и обеспечить полностью стабилизацию. Что имеет в виду? Это когда она будет рассчитана на нагрузку, связанную с миллионом пользователей и будет обеспечен соответствующим и программным обеспечением, и аппаратным обеспечением. Если же говорить о функционале, то начиная с нового года будет наращиваться тот же самый функционал и он будет полномерно находить и управляться новым в течение 7 года. Причем он не связан только с тем, который уже был в 3-м программе, но и с любыми новыми функциями, которые возможны. Поэтому давайте разделим следующую стабильность и второе это функциональность. Понятно, что в течение всего следующего года я имею в виду до летних ранений, чтобы летом проводить еще дополнительное наращивание какой-то функциональности, которая может потребоваться. Это связано в том числе и с вашим третьим вопросом. Проходы питания в настоящий момент не 25, а 50% мы и школы планируем с точки зрения прохода питания для оснастить в течение полутора лет. Так и все будут быть в этом прожжены, но большую часть придется на этот год. Большую часть придется. Спасибо. Уважаем коллеги и подаем на вызование. Я предлагаю вам в случае если вам есть что-то добавить к ответам и подключаться в режиме такого совета. Если а сейчас то пожалуйста. Я просто хотел подробно сказать. Надо понимать, что в этом журнале есть три составляющих. То, что мы все правильно говорили, это то, что пользуются родители, то совершенно верно, что есть управленческий некий ресурс, общегородской, но понятно. Еще есть важная составляющая, это педагогическая. То есть педагоги и директора меня поймут, с остальными расписанием, с заменами учителей, с учетом нагрузки учителей и так далее. Поэтому не надо забывать про это. И для нас, для департам это тоже очень важная составляющая этого журнала. То есть она может для широкой публики остается менее значимой, но тем не менее это очень важная педагогическая задача и журнал помогает ее решить. Спасибо. А еще на секунду мне тоже участвую. Александр, прошу. Работа Александр Кондрашов, учитель истории школы интеллектуал и как надо процессы учитель. Ну правда так как у нас формат Google осталось, я все-таки хотел бы не совсем вопрос, а такую реплику вставить. Да, первое по поводу журналов. Мне кажется, что вот тот переход на электронный журнал, который произошел, произошел несколько неожиданно, по крайней мере лично для меня. Хотя какая-то информация в этом была, но непосредственная знакомство с системой проходила даже не в августе, а уже в середине сентября, когда уже мы уроки вели и оценки ставили. И в общем-то, пока заочи смогли внести всех учеников, это был уже где-то конец сентября. То есть до сентября у нас электронный журнал не было вообще. Возможно, здесь какая-то часть ответственности лежит на нашей школе, но я думаю, что далеко не только. Затем, сразу после того, как он заработал, начались какие-то проблемы. Да, и кроме уже о том, как вам сказано, была знаменитая потеря данных, когда вообще все данные, введенные в Москве за пару дней исчезли, и потом он еще не работал, были закрыты технические работы. Это самый известный, но далеко не единственный пример ни работы журнала. Да, просто проблемы возникают постоянно, и количество, так скажем, багов, которые возникают, оно очень разное, совершенно разное. Бывало, что он не принимал пароль, совершенно правильный. Бывало, что коллеги заходили, а им показывали, что они это другой коллега, да, под своим именем. Бывало, что вот недавно о том, что данные не терялись, вот, потеря данных на прошлой неделе, я выставил оценки детям, и они превратились в девятки. Вот, то есть, вообще оценки, которые нету, и я не, ну, то есть, у меня записано, какие оценки выставлены, но потеря произошла данных. Вот, то есть, проблем очень много с этим журналом, к сожалению, технических. Я не говорю о всех тех плюсах идеи единого журнала сейчас, я говорю о практике. Вот, проблемы эти есть. Я понимаю, что Департамент информационных технологий за все них ответственности не несет, потому что не он его разрабатывал, и они только сами с ним, я так понял, знакомы последний месяц из выступления. Вот, ответственность несет только другой, так и не прозвучало, кстати, имя организации и название, которое несет ответственность за этот продукт, не функциональный. Вот, я хочу сказать по поводу его использования, что, да, учителя, которые его должны заполнять, а это сейчас основной документ отчетности учителей, да, для них, как отметил, насколько я просто говорил, журнал очень важен, и когда оттуда считают оценки, это очень большая проблема, да, потому что когда сначала он, мы же когда их носили, он тоже тормозил при этом, это не один час заполнить несколько классов, повторюсь, за весь сентябрь, потому что сентябрь там налаживался постепенно, и я считаю, что в обязанности учителя не входит альфа- и бета-тестирование программного обеспечения, вот, поэтому любая ответственность за то, за то, что в этом журнале есть, я считаю, что она должна быть сентябрь учителей, да, то есть, я считаю, что Департамент образования должен выпустить какой-то документ, который бы говорил о том, что за то, что журнал не заполнен, оценки не выставлены и так далее, никаких взысканий с московских учителей за прошедший период и пока этот журнал не заработать быть не может, потому что, ну, знаете, очень странно, вообще, я один раз заходишь, он не включается, второй раз заходишь, он не принимает пароль, третий раз заходишь, уставишь оценки, и они потом пропадают, ну, у меня лично пропадает желание заполнять журнал, я не обязан, как бы, я могу его заполнить, если он работает, если он не работает, я считаю, что это не моя обязанность его заполнять тогда, разбираться с ним и, как я сказал, альфами бы это тестирование проводить. Поэтому я считаю, что вот департамент должен реагировать вот в такой форме, вот, и я считаю, что, в общем, конечно, сам переход, возможно, здесь стоит какая-то здравая идея, но поспешность перехода и такой он стал, это большая ошибка, и как минимум каких-то извинений тоже хотелось бы родителям и учителям услышать за все это. Да, ну и, конечно, многие коллеги все равно, есть разные мнения среди коллег, но многие коллеги настаивают на том, что выбор журнала все-таки должен быть, потому что сейчас нам нужен работающий журнал и ждать, пока он наладится, я надеюсь, что это один день хороший срок, но это как раз до конца полугодия, вот, до конца полугодия не иметь гарантии стабильности работы, в общем, очень тоже непонятно, вот, или, по крайней мере, разрешить школам использовать какой-то временный режим работы, вот, мы, например, стали собирать оценки по электронной почте классным руководителям, я думаю, что в других школах тоже какие-то свои выходы нашли, я думаю, что надо это просто легализовать, потому что, повторюсь, это единственный отчетный документ сейчас по указу того департаменту вместе с рабочей программой, поэтому получать учителям какие-то претензии за то, что они не оформили эти документы неправильно, но как-то это должно быть оформлено. Спасибо большое, на самом деле, вопрос не произойдет, но, мне кажется, в этой пространной реплике по-анимой эмоции, которая очевидна и по-ят, подчеркнула несколько вопросов, в общем, взвуалерных вопросов владельцев департамента образования, но и отчасти владельцев департамента функциональной технологии, поэтому коллеги, я предлагаю и отчасти я предлагаю, если, если, извините, априори, выписать индульгенцию всем за выполнение своей работы, при этом непонятно, случилось ли некорректно следствие работы системы, или некорректно работали, человек ввел не туда ту или иную цифру, согласитесь, тоже не правильно? Нет, не могу согласиться. Ну как? Ну потому что система не работала, поэтому... Она некорректно сработала, почему? Потому что вы не на ту кнопку нажали, или потому что система... Ну здесь есть принцип презумпции невиновности, вообще-то. Я считаю, что да, совсем, что не надо снять ответственность, потому что... Я прошу прощения, поскольку система рассчитана на таком, что только несколько электрофонов надо ее работать, у вас сейчас пока нет, что сначала не могу ответить, а потом если еще желание к комментирую, то он никак вернет, Артуреич, и, хорошо, это правильный ответ, тогда и прошу вас вопрос, а потом... И еще, Варина Викторовна, я, знаете, можно сейчас какую-то такую точку поставить? Артем Валерьевич, это теперь вам принадлежит ответственность на вас? Нет, а вы знаете, сейчас очень можно долго говорить и в принципе все пункты прописать, что и зачем, это не даст никакого результата. Я сейчас объясню, почему я такой вопрос задаю. Потому что проблемы в журнале не только морально-технические отношения с родителями, а вы сами родители все пользуетесь каждый день и видите, все эти недостатки не лучше, не хуже нас, руководителей образовательных учреждений. Проблема ведь еще совершенно глубже, у нас нет финансовой отчетности. Меня, конечно, извините, но когда не вписаны уроки, вы без меня прекрасно знаете, что за этим следует. Когда нет статистических данных по заменам и когда проходит проверка элементарного питания в школе, она таким же образом должна совпадать с данными электронного журнала и так далее, и так далее, я сейчас не буду перечислять и утоплять вам это. Почему я задала такой вопрос? Нужно определиться, мы же всегда с вами как в литературном жанре, кто, с кого это все можно спрашивать, почему меня насторожило больше всего те сроки, которые вы определили. Я считаю недопустимым для Москвы, для образования Москвы до конца учебного года отложить эту систему. Нам просто родители с вами этого не простят, потому что, честно говоря, два месяца, сентябрь, октябрь, мы держали вот этот вот натиск, я прям не побоюсь это сказать, просто держали этот натиск. Естественно, говоря о том, что вот все это свершилось, сейчас уже пойдет на улучшение. В связи с этим в разделе отчеты архива нет доступности к вкладкам конца первой четверти, ни то, ни четверти, ни пропуски, ни качество работы педагога, группы риска, группы успеха, архив педагога, архив оценок. Для чего вводился журнал? Не только для родителей вводился, но и для того, чтобы упростить жизнь педагога. Зауч не может следить в таком виде, в котором он сейчас есть, за выполнением государственной программы, что я считаю на сегодняшний момент самым основным недостатком этого журнала. Даже за неделю снимая в печатном виде листы как бы в дальние времена, но это просто смешно выглядит, извините меня, только таким способом можно вообще понять по русскому языку программу вообще выполнен, потому что нет соответствующего входа и так далее и тому подобное. Поэтому вопрос немного короткий. Вы или не вы? Ну, у меня другого ответа, как я, что нету, потому что задача стоит про стабилизацию, проблем нет, хотя очень много надо переписать, но где больше функциональная составляющая, то есть вас она в точности не подвергает и вам это еще действительно крайне важная вторая функциональность для родителей. Поэтому мы ее будем реализовывать и мы ее сделаем, вариантов у нас нет. соответственно. Я считаю, что любая программа, когда она реализуется, она все-таки должна иметь свои индикаторы, в том числе и конкретные периоды, сроки выполнения той или иной функции. Понимаете? Иначе мы там, знаете, в пространстве учебного года мы живем в сегодняшнем днем, согласитесь? Значит, знаете, что такое было понимание? Почему я, собственно говоря, хочу, чтобы мы не назвали сроки, потом через какое-то время пришли и вернулись к тому, что а, вот не успел дойти мне еще сроки. Значит, что предлагаю сделать? Мы оккупликуем соответствующий план действий на весь период времени и установим точки, по которым мы будем отчитываться, как это мы сделаем, как это мы сделаем, как мы быстрее делаем, как мы дольше делаем. И раз в месяц мы этот отчет будем публиковать, потому что мы сначала будем план действий или какая функциональность и что-то там прилипеться. Второй, за ним, это наше его и в ходе его исполнения. Для того, чтобы, опять-таки, через какое-то время не оказаться в разбитом коры. Потому что понимаешь, что в данном случае вам приходится доверять, довериться тому, что нам все будет хорошо. Доверяй, не проверяй, поэтому это же принцип и договор, в принципе, они не хотят тестировать. Считается, что это позволит тестировать, а с этим поскольку вам нужно сказать, что это все. спасибо. Спасибо за это принцип. сотрудникам, сотрудникам, которые сейчас нам очень глубокие именно по функционалу. Потому что потребности со школы известны, и все потребности растекаются в методистский центр. И методистский центр просто будет определять, какую функциональность можно вывести на общий распространенный. в методистский центр. влезут такие договоры, и по понедельникам, каждый понедельник в партнете образования в 4 часа образование запускается, в 4 часа проводится середактор, совещание, на котором можно прийти, также все пожелания, все свои задачи как бы рассказать, что есть методистский центр, как раз очень конечные места с нами, тот функционал, а мы технически реализовываем, которые нет. И совсем маленький, небольшой, но важный нюанс, когда ребенок прибывает в школу, его, конечно, через контингент и через кадры нужно моментально вводить, потому что он 2 недели не числится ребенок, он не имеет вообще никакого отношения к журнала, это просто недопустимо. Да, вот и проблемы мы этого знаем, сейчас существует целое направление, по каждой школе массово данные проблемы не так, а то, что не совпадают дети, например, в конфиденции дневников, сейчас по каждой школе недавно просматриваем, и мы специально сделали табличку на дневнике для администраторов, которые уже конкретно заполняют, если что-то не так с ребенком, потому что рабочий год прекратило. Решение. Спасибо.